...смещение логических уровней. Чуть не написал. Один муравей будет строить скворечник. Почему бы нет. Отзеркаливание ради примера очень интересна первая часть. Не кажется ли вам, что те люди, которые постоянно подозревают других, просто не могут быть честными, а скорее они называются сукачами? Ключевое слово постоянными. Ключевое слово постоянными. Постоянно, точнее. К примеру... Ну ладно, давайте я вас послушаю, потом постараюсь не забыть. ...помоги, вот смотри. Второй, как раз написал, тогда... Чего написал? ...второй написал, тогда прополистов третий. Давай, давай все сразу же. Давай. Филипп, вы что же не специалист, что ли? Сами не справитесь с этой работой? А разве со специалистом не может что-то случиться, из-за чего он не справится? Блин, на самом деле, вот это под вопросом, я вот сначала сказал, да. На самом деле, со специалистом не может ничего случиться, что он сам не справится. Давай еще раз. Слушай, Артём, вот когда ты сейчас ведешь диалог, я тебе вопрос не нужно отвечать. Он тоже риторический. Понимаешь? Да я понимаю, это ты начал просто говорить, я и прошел дальше. С тобой. К примеру, ты говоришь там мою фразу, а я тебе говорю, разве специалист всегда должен работать один? Если так, то там и так далее. Сразу же без остановки. Просто ты тогда ответил, ну нет. И тут такой, раз нет, то если так, то... Фил из-за этого и заржал, потому что не нужно было так делать. Сейчас я вот это переделал. Желательно просто до идеала, чтобы красиво случалось. Черт, а раз со специалистом не может что-то случиться... Вы что, не специалист, что ли? Сами не справитесь с этой работой? А разве со специалистом не может что-то случиться, из-за чего ему потребуется помощь? В таком случае меня можно перестать считать специалистом, если я не справлюсь с чем-то один. Стоп! Тогда меня можно перестать считать специалистом, если я не справлюсь с чем-то один. Можно перестать считать специалистом. Это вопрос, да, у тебя получается? Это утверждение. В таком случае меня можно перестать считать специалистом, если я не справлюсь с чем-то один. Бывает, что и специалисту нужна помощь в решении задачи. Можно оставить так, но понятным языком то, что я сказал. Хорошо, допустим, допустим. Ну, тогда у меня с футболистом не совсем так так. Вот, сейчас переделал футболиста. Давай, давай, метафта. Тогда футболист, который не смог один пройти всю оборону, нельзя считать специалистом оборону противника? Нет, тогда футболист, не прошедший в одиночку оборону соперника, может являться не профессионалом? В моем понимании профессионал, человек, который играет в команде, но это уже продолжение. Ну да, самое самое. Все окей. Давай, Настя. Сейчас, Настю. Ну, может, это у вас четвертая? Давай, давай. Не кажется ли вам, что работа, с которой может справиться каждый, не является специализированной? Хорошо, только подожди. Не кажется ли вам, что работа, с которой может справиться каждый, не является специализированной? И в кого же тогда превратится человек, который может справляться с каждой работой? Супермена? Во, во, вот это более похоже на правду. В кого же тогда превратится человек, который может справляться с любой работой? Супермена? Не бывает такого, что один человек может выполнять огромное количество каких-либо действий. Ну, может, так уже нахуй не пришли. Это, получается, не будет. А, ну вот, да, 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 да. Из одного в другое смена уровня. Все прикольно. Ладно, да? Вообще. Ладно, поехали, Павел. Так, ну, давай. Само начало или из четвертого? Да, само начало. Вы же тоже не специалист, что ли? Сами не справитесь с этой работой? А разве специалист всегда должен выполнять работу в одиночку? Если так, то когда мне будут помогать в работе, я специалистом являться не буду. Один муравей год будет строить муравейник, но не проще ли взять сразу же сто муравьев? То есть вы считаете, что горделивый и эгоистичный работник, являющийся специалистом, куда нужнее коллективу, чем человек, который отлично работает в команде? Оооо, блять. Я уже все. Ха-ха-ха. Ну, реально, когда человек... Ты меня сломал. Не-не-не, когда ты делаешь человеку смещение логических уровней, башка у него сломается. Даже у профессионала. Ну, да. Он реально слушается. Кстати, когда я начинаю слушаться, я уже... Я тебе не знаю, представляешь, я хотел третье поменять. То есть, по-вашему, один в поле специалист? Ха-ха-ха-ха. Так, подожди, давай четвертое отдельно. То есть вы считаете, что горделивый, эгоистичный... Какой горделивый? Горделивый. Гордость. Гордость, которая один. Я эгоист, мне никто не нужен. Ну, в этом плане. Гордый. Ну, гордый, неважно. Гордый, неважно. Горделивый. Это древнее эстонно-русское. Это еще круче. Да. Вот. То есть, гордый эгоистичный работник, являющийся специалистом, будет куда ценнее человека, работающего в команде. с собой. Угу, угу. Только как под наш контекст это подходит. Вы не специалисты, что ли, сами не справитесь с этой работой? Нет, просто понимаешь, что у меня цепочка какая идет, именно в цепочке у меня будет. Угу. Давай, давай медленно, с самого начала. И так. Давай, начнем. Вы что, не специалисты, что ли, сами не справитесь с этой работой? А разве специалист всегда должен выполнять работу в одиночку? Если так, то когда мне будут помогать в работе, я специалистами являться не буду. Один муравей год будет строить муравей. Но не проще видеть сразу же 100 муравей. То есть, вы считаете, что горделивый, эгоистичный работник, являющийся специалистом, будет куда ценнее человека, отлично работающего в команде? Ага, да, да, тогда все окей. Я понял, что человек, который без гординки, умеющий работать в команде, принесет больше пользы, потому что он умеет в команде работать. И команда принесет больше пользы, нежели один человек. Все окей. Супер. Поехали дальше. У нас все как-то в одну стезю ушло. Все вот про то, что ты один, она в лучшую. Ничего страшного. У нас разные стези. Не, 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 не должно быть такого. Ничего страшного. То есть, если у вас получается крайне отреченные друг от друга, это классно. Но в большинстве случаев сразу вы не сможете разложить свещение. А поначалу-то я, поначалу-то у меня было одного такое подклонение. И тут все в мою стезю выявить. Вашите самый лучший толстый человек в мире. Я знаю. Все, давай. Сейчас. Сейчас. Я еще не знаю. Карбузян. А зачем я буду совершать эту работу, если у меня специализированная семья? Я, например, клеила огонь не вместе с солистом, но я смогла это сделать. Значит, один муравейник будет строить один муравейник целый год. Может быть, иметь смысл, когда взять сто муравьев? Дед, я это уже слышал. Не кажется ли... Кого же тогда превратится человек, который выполняется с каждой работой? Супермена? А, ну да, мы это уже засчитывали. Все, понятно. Пятое... Уже пятое сделала? Я делаю. Делайте пятое пока. А можно начинать, что исходя из этого? Я правильно? Да, да. То есть, ребят, если вы делаете плавный переход от пункта к пункту, это классно. То есть, если у вас первый связан со вторым, второй связан с третьим, третий с четвертым, то это окей. Это вот как я привел Насте примеров с тем, что в кого же тогда превратится человек, если он будет иметь все для Супермена, что ли? Такого не бывает. Один человек не может уметь делать все. Не может человек идеально уметь летать на самолете, идеально ездить на машине, идеально знать все языки мира, идеально плавать, идеально заниматься дайвингом, идеально заниматься продажами, потому что на отработку одного навыка уходит большое количество времени, за всю жизнь человек не успеет научиться всему. Поэтому он выбирает те эстетии, в которых он хочет развиваться. На ваш взгляд это нормально? Потому что вы думаете, что он умеет все. Очень хорошо, что мы едем в своем правильном направлении. Человек не может сконцентрироваться на трех, на даже двух двух обновременно. Концентрация человека теряется каждые 6-7 секунд. Даже будучи специалистом, для выполнения такой сложной работы потребуется минимум два человека. А вы говорите одно. У меня четвертая очень хорошо подходит под пятую. Поменяю. У меня так было со вторым и третьим. Придумай тогда четвертая, если бы не поменять на самом деле. Я объединил, у меня уже в четвертом есть смещение логических уровней. Ну, не смещение, а в смысле на нижнем, текающем и более высоком. То есть я взял за основу горделивые, эгоистичные и так далее ценности и перевел их уже в коллектив и в отношения. То есть у меня, по-моему, даже переделы. Да, слушай, эгоизм на самом деле, когда он... Ценности? А это то, каким ты есть и чем тебе едет. Фил, а когда кинг поедаешь? Ну, уже приди, должен быть ехать. Можешь там бежать или ехать. Но он всегда не поедет. В колярной поедке. Как сделаете пятое, стукните мне. О вот. Стукно-стукно-стук... Все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меня можно предстать считать специалистом, если я не справился с чем-то... Господи, где это? А, с чем-то один. Тогда футболист, не прошедший один оборонный противник, не является профессионалом. Верно. Подожди, это третий вопрос. В таком случае... В таком случае у нас нет специалистов, потому что рано или поздно кому-то всем потребуется пункт, каждому потребуется пункт. В нашей работе, в конце концов, нужно минимум два человека, чтобы справиться с этой работой. Получается, по вашему мнению, у нас нет специалиста. По поводу верхнего, 3-го, было бы классно, если бы ты поставил верно, то есть не скучно, а верно. Получается, футболист, который не может в одиночку обыграть 11 человек из любительской команды, не может называться профессионалом? Вам не кажется это глупостью, потому что они возьмут большинство? Верно? Ну это уже раскрутка, это более сложная версия. Это плюс еще эти вербальные инструменты и очень круто получается. Я обычно закручиваю по жести, то есть когда я проводил, читал, готовился в прошлом году, я завертывал вообще классно. У меня, например, первый пункт выходил в два предложения, второй в два, третий в три, и, короче, большой текст получался. И когда ты начинал экспериментировать, например, стандартную ситуацию, подстраиваешь там, типа, консультант говорит, у меня 25 каталогов не раздаются. И ты ставишь под сомнение вот это вот в твоих логических уровнях. 25 каталогов раздать нереально. А что, на твой взгляд, не более ли, которые это сделают? Дальше ставишь, а у меня вот это было по два, по три предложения. И вот это очень классно, когда ты... Это хард версия, это вообще на NLP мастере делали мы, делали. И на лидер практики это тоже делалось. Но это, короче, есть такие специализированные тренинги. Например, лидер практик был раньше, где вот эту вот NLP, он использовал в более серьезной степени. Например, вот это вот логические уровни есть на этом, на мастерском. Но там нет смещения логических уровней, а здесь уже смещение. А на лидере практики там логические уровни, смещение логических уровней. Вербальный, невербальный инструмент и еще какая-то вещь, я уж не помню. И ты завертываешь это все в оболочку, бомбениваешь вербалику, бомбениваешь невербалику, у человека заезжают шарики за ролики, и он сделает все возможное, дабы ты не ебал ему мозг. Потому что ты его загрузишь, и ты будешь прав в этой ситуации. Ну что, я? Паш, чем-то вот эта картинка мне напоминает тебя, иди сюда. Там шарик просто, да? Не, это не Данил. Данил же ключи. Давай, давай. Давай я зачитаю. Зачитай, только рыпачок. Ну давай, поехали. Ну, задавай. Профессиональное обучение для профессионалов. Итак, разве профессионал должен... А разве не профессионал не может ли посещать обучение... Ладно, все, стоп. Вы что же, не специалист, что ли? Сами не справитесь с этой работой? А разве специалист себя должен выполнять работу в одиночку? Если так, то когда мне будут помогать в работе, я специалистами являться не буду. Один муравей год будет строить муравей. А не проще ли взять с вас жестом муравей? То есть, вы считаете, что горделивый, эгоистичный работник-специалист ценнее человека, работающего в команде и показывающий результат. На мой взгляд, настоящий специалист должен уметь в работе сплачивать... сплачивать коллектив и показывать более высокий и быстрый результат. На мой взгляд, по-настоящему ценный сотрудник, то есть специалист, должен уметь работать именно в команде, а не в одиночку. Организовывать коллектив и показывать пример всем. Ты то же самое хотел сказать, только я более красивое сделал. Все окей, это нормально. Я просто сформулировал для себя, потому что твое мне чуть-чуть непонятно было. Все окей, да, все верно, проблем нет. Человек, который берет коллектив, он показывает высокий результат. Да-да-да, все правильно. Но именно высокий и быстрый. То есть задача специалиста, ты этим предложением, ты выяснил, что задача специалиста, уметь организовывать людей, вести их за собой и показывать пример. То есть мы начали с... Конечно, понимаешь, тут изначально вопрос подразумевает, что ты поможешь выполнить сам. Но я и поговорю, что специалист, он может собрать людей и сделать более быстрый и высокий. Отличающая черта характера, отличающая черта специалиста, это умение работать именно в команде и организовывать работу той самой команды, подавая всем пример. Все окей, все гуд. Ну и завершающую, шестое, напиши. Диана, как успехи? Иди домой, я говорю. Сказал, мне плохо или не плохо? Мне плохо, наверное, сказал. А, я думал, Диана, как успехи? Мне плохо. Мне плохо. Мне плохо. Так иди домой, ты знаешь. Относится, кстати, очень важно сейчас внимание. Это Паше очень понравится. Ну, в принципе, всем очень понравится, Насте тоже. Короче... Короче, очень классная картинка, относящаяся к нашей сегодняшней теме. Вы услышаете? Да. Бухать, это вам не отношение. Просто так не бросишь. Подожди. Да нифига. Брось. Не-не, больше ты всегда понимаешь, как это идет. Еще раз повтори, пожалуйста. Ну, вот так почти кивишь. Я знал гораздо меньше бухать делать. Бухать, как отношение, это просто так не бросишь. Вы правильно понимаете, что вы сравниваете алкоголизм с взаимоотношением между людьми? Да. В таком случае можно считать, что для вас бухой это то же самое любовь и девушки. Да. Я правильно воспринимаю, что вам в принципе тогда не нужны сопряжения и продолжение своего рода, вы так же можете... Это как бросить своего медвежонка и взять просто вместо него у вас вообще есть его облик. Да. Правильно, да? Да. Париж. Что там дальше? Хехехехехех. Ты знаешь, вот так же, ты уже нормально более-менее выучили. Не стоит спорить дебилу. Потому что вы опускаетесь до его уровня. Да, да, да. А когда вы опускаетесь до его уровня, он вас опытом задает. Да, 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 да. Вот именно когда смещение уровня... нет он выиграл да 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 вы сделали смещение у вас так а я знаю вы вроде как все просто проработали а он уже да 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 можно 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 а я знаю анекдоты о смещении логических рук расскажи пока ну наверное вы все знают про Ивана дурачка и дедушку ну подходит Иван дурачок и дедушке и дедушка дедушка что такое логика ну и дедушка отвечает ну смотри значит у тебя есть Иван спички ну да есть ну смотри ты по походам не ходишь костры не жёшь значит наверное ты куришь ну да курю значит наверное раз куришь значит самоутверждаешь пьёшь ну да ну раз пьёшь значит по любому ходишь по впискам там короче гуляешь отрываешься так ну да ну раз по впискам ходишь то ты мальчик должен обязательно трахнуть какую-нибудь девочку он говорит ну да это я там обычно это делаю ну а раз ты трахаешь девочек то смотри ты специально трахаешь девочек чтобы короче не подумали что ты педик так он такой да так выходит Иван дурачок подходит к леному человеку на улице спрашивает извините у вас есть спички ну да вы педик нормально послушаем не может быть так что человек имеет навыки организации людей руководитель и подает сильный пример должен совершать работу наравне с рабочими наравне с рабочими наравне с рабочими блин конфликт личности но подходит смещение оно есть но это конфликт мол типа да ты кем себя возомлил ты чё дурак что ли чё тебе сложно сделать что ли понимаешь не считаете это управляющий мудрость трогать презентации это конфликт личности и возможно дальнейший конфликт ладно Атём да давай на мой взгляд настоящий специалист может объективно посмотреть на ситуацию и при необходимости попросить помощи у окружающих ещё раз на мой взгляд настоящий специалист может объективно посмотреть на ситуацию и при необходимости попросить помощи у окружающих а что тут высокого? да фиг знает вот я этого не совсем понял объясни давай ценностями с этим у меня всё не просто хорошо давай как раз надо решить так слева а может быть не может быть так что человек который организовывает работу людей и даёт ему сильную мотивацию для достижения своих целей а это ты своё пятое? да ещё раз может быть так что человек который даёт мотивацию организовывать людей на работу а работать совершать свою работу наравне с рабочим свою работу на работе работа наравне с рабочим я твою мысль понял ты просто по-другому сформулируешь скажем типа основная задача специалиста мотивировать настраивать работу контролировать процесс если я этого не буду делать то кто этим займётся моя задача обучать рабочих делать вот эту вот задачу а ваша задача издавать отсюда по-доброму можно 6 блин я Филу объясню окей придумай ещё несколько интерпретаций что ли сказать окей смотри давай высокая и низкая высокая это что? дух дух и намерение дух и намерение шаг я объяснил это как? кто ещё кроме вас для кого и чему вы сможете то есть какая-то глобальная цель если проще пояснить твоя глобальная цель они мало что задумываются самая низкая самая низкая это у нас окружение правильно? окружение твоя задача используя вот это вот привести пример вот этого грубо говоря мне сказать надо на низком уровне на самом простом потому что привести свой вариант на нижнем логическом уровне вот на этом но оно должно вытекать вот отсюда понял? то есть высокий уровень это глобальная цель глобальная цель этой работы какая? например качественное ее выполнение да? допустим или чтобы у людей дома была вода потому что мы труб не спаяли к примеру контекст труб берём мизерная цель это окружение и доносишь сейчас какой-нибудь блин сформулирует нет? ну понял да? основную вещь сейчас я поясню еще трубы трубы основной контекст окружение это люди которые это делают допустим и ты поясняешь что на мой взгляд если вы думаете если вы считаете себя специалистом то вы в первую очередь должны думать о людях которые очень точно очень точно на мой взгляд если вы человек с большим потенциалом думающим думающим на много шагов вперед и о будущем вы должны понимать вы в первую очередь должны думать о том о людях ради которых вы выполняете свою работу да да понял да? вот мы из высокого это сложно первоначально я тоже сейчас вот башкой шевелю вспоминаю как все это делается вот это вот все вот это вот все оно тяжело верхняя часть но если ты вот это сможешь сказать на более простом языке все окей помнишь как мы начинали на какой-то ступени я уже не помню на языке консультантов каким языком нужно говорить? ну блин консультантским ну да я тебя понял короче не надо именно на директорском языке говорить не надо именно говорить двадцать пять хваликов ну понятно двадцать пять человек которые делают скобал мы тоже будем сейчас подожди Фил понял я сначала вы должны быть специалистом что они сможете справиться с этой работой сами а почему я буду совершать работы в свой садовник если так то когда я занимаюсь уборкой дома не являясь специалистом я не могу ее делать? ну лучше сам начальник почему зачем то есть зачем да 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 Павел давай шестой давай все секунд добавим что вы что не специалист что ли сами не сможете сделать эту работу разве специалист всегда должен выполнять работу один если так то когда мне будут помогать в работе я специалистом являться не буду один муравей год будет стоить муравейник не проще взять сразу же что муравьев то есть вы считаете что горделивый пистичный работник специалист так называемый цельнее человека работающего прекрасно в команде на мой взгляд настоящий специалист должен уметь в работе сплочать коллектив и получать более быстрый и высокий результат из выше всего мною сказанного объясните как из понятия специалист следует работа в одиночку хорошо последний да интересно старайся два варианта два исхода этой ситуации первое что ты нормально общаешься с человеком ну задаешь вопросы а второе это ты его убиваешь ну это я убивал ну давай да как можно как убивать ты только что продемонстрировал если ты нормально с человеком в отношениях то в принципе после этого у него фактов не будет как таковых ты ему привелся что надо нельзя если хочешь просто на нормальном языке объяснить ему эту ситуацию что он не прав абсолютно нормально говоришь ну давай пойдем ну что же не специалист что ли сами справитесь как работаете да а разве специалист всегда должен выполнять свою работу один ну так сами будут помогать помогать работе я специалистом являться не буду ну правильно когда я буду работать в команде я буду специалистом нет что нет будете являться ну так вот отлично кстати вот если просто такая формальность если взять одного муравья если взять одного муравья что при чем этот формальность подожди я не понимаю что у тебя здесь написано я тут я лазки тебе 50 минут делаю я не знаю что написано один муравей ну один муравей год и вообще-то один муравей год 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 и вообще-то один муравей будет строить муравейни год не прошли ли взять сто муравьев чтобы они построили этот муравейни быстрее ну пожалуй проще да вы видите как все выходит на свои места и вообще вы считаете что горделивый эгоистичный работник специалист намного лучше специалиста которые умеют работать в команде обучать людей показывать все на своем примере втягивать людей в коллектив и вести в первую очередь примером за собой команду они самому все делают ну вы понимаете я сейчас уже так не считаю и вообще из всего выше мною сказанного как вы мне сможете объяснить как у понятия специалист из понятия специалист специалист следует работу в одиночку вы правы давайте все все какие-то аргументы будут так или иначе ну ты понял основную технику делай дальше второе, третье, четвертое, пятое а уже все делают я думаю я иди как мы сейчас будем да 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 нужны остальные чтобы посмотреть что как уже самостоятельно уже самостоятельно все проделаешь проедем все все Продолжение следует...